Добро пожаловать! Я Елена Туманова, гипнолог, энерготерапевт. И это энергетический прогноз на август 2024 года. Что ожидает нас всех в августе? Давайте приступим к энергопрогнозу из хроники Акаши. Август — месяц баланса и гармонии. В августе, наконец-то, энергии, которые поднимались в июне и в июле, немножко уляжутся, успокоятся, устаканятся. И многие, и даже каждый, ощутит на себе эту гармонию. Какую-то лёгкость, радость, восприятие. Возможно, ту радость, которую давно ждали. Мы бы не сказали, что это счастье, потому что счастье — это другие мгновения в моменте. Ну, это радость и лёгкость. Такая прекрасная радость. И это хорошо, когда можно выдохнуть и отпустить все эти проработки, какие-то уроки, сделать какую-то паузу, да, остановиться и подумать. Но эта пауза, она тоже дана для расширения, для роста. Для того, чтобы посмотреть вглубь себя и через глубину себя увидеть будущее, выстроить своё будущее. Потому что для простройки своего будущего, своего желанного будущего, нужно лёгкое радостное состояние. Если человек простраивает свои будущие планы и желания, цели из какого-то другого тяжёлого, деструктивного состояния, то, ну, как бы мало чего может сбыться или сбудется то, что вы не хотите. И слово «сбудется» — это не совсем верное слово здесь. Здесь мы больше говорим, конечно, о построении своего будущего, потому что в построении своего будущего вы, как часть Творца, как в сотворчестве с Богом, с Источником, вы смотрите вглубь себя и через своё состояние творите свою реальность. То есть ваша реальность является отражением вас самих, продолжением вас самих. Проще говоря, сказать так, что ваша реальность, всё, что происходит вообще в вашей жизни, всё-всё-всё касаемо ваших отношений, касаемо вашей работы, бизнеса, тех людей, которые вас окружают, как они себя ведут, как они себя преподносят, как вообще вы даже их чувствуете, считываете, те события, которые происходят, всё это создаётся в большинстве случаев вами. Ну, за исключением каких-то там тяжёлых кармических задач, да. И вами на уровне вашего состояния, то есть ваших мыслей и ваших чувств внутренних, ваши мысли и ваши внутренние чувства порождают эти состояния, которые находятся внутри вас. И мир просто вам их отражает, как бы. И август — это тот месяц, где нужно не просто почувствовать, понять, но глубоко осознать, а это фундаментально разные вещи — почувствовать, понять, узнать. Осознать — это гораздо глубже. Осознать не на уровне ума, который всегда в основном препятствует даже расширению сознания, а осознать на уровне сердца, что вы творцы, что вы творцы вашей реальности. И вы очень многое можете, и от вас зависит фундаментально много. Если вы считаете, что от вас там что-то мало зависит или ничего не зависит, то это как бы даже очень глобальная ошибка. Это не так. Да, это старая программа, когда человек впадает в жертву. Программа жертвы, она очень многогранна, и ее иногда сложно поймать, уловить. В большинстве случаев все-таки это упирается на уход, выход из своей ответственности за сотворение своей реальности. То есть это, конечно, происходит неосознанно. Большинство программ, они идут на бессознательном, подсознательном уровне неосознанно. Когда человек выходит в программу жертву и остается в этой программе на какой-то период или надолго, или, может быть, на день, на год, на десятилетие, и он чувствует себя маленьким и думает, что события, которые происходят, это какие-то отдельные события. Люди, которые там приходят в жизни или остаются, или уходят, это какие-то отдельные люди. Да, это видно как отдельные объекты, но все мы связаны на энергетическом уровне. И ваше состояние, то есть ваша реальность, это продолжение вашего внутреннего состояния. Вы могущественны, вы многое можете, вы очень могущественные световые существа, находящиеся в сотворчестве с Богом, с Творцом. И если вы идете по пути расширения сознания, своей, так сказать, самореализации, развития, духовного развития, не нужно отделять это от обычной повседневной жизни, потому что обычная повседневная жизнь это то же самое, что и духовное развитие. Оно происходит всегда, везде и во всем. То есть нельзя, например, как-то отделить себя, вот такой пример показывают, нельзя, например, ну как, если вы, например, ну у вас есть ребенок, да, вы оставляете его там, например, маме старенькой и едете там куда-то в другие страны путешествовать, духовно развиваться. Здесь наставники говорят, что здесь как раз кроется ваше большое, великое заблуждение. То есть если у вас есть ребенок, и он пришел в вашу жизнь, и он пришел к вам взаимодействовать с вами, а не с вашей мамой. С вашей мамой пришли взаимодействовать вы. И в свое время вы и так делали, пока не выросли, да, не стали взрослым, большим. И как раз ваше духовное развитие, не где-то там в дальних странах, опознавание себя или там, возможно, вы даже других учите людей, а в том, чтобы взаимодействовать с тем, что есть сейчас. Вы это создали. Иногда уму сложно принять, что вы это создали. Что все, что происходит, создали вы, включая там долги, какие-то проблемы и все остальное. И вы создали это через ваше прошлое состояние, которое испытывали эмоции, чувства в этой жизни или, возможно, в ваших прошлых воплощениях. Но когда вы принимаете этот факт, в то же время становится легко и радостно, но и ответственно. И, может быть, где-то очень много ответственности, поэтому, может быть, легкость, она такая сопряжена. Это как коктейль-смузи, да. Легкость сопряжена с какими-то элементами, соприкасаема с какими-то элементами сложности. Но это легкий процесс, когда вы выйдете из ума. Не в плане того, что сойдете с ума. Нет, конечно. Когда вы оставите вот этот анализ или дадите анализу всего 20-30%, а 70-80% – это вы будете двигаться на доверие к своему сердцу, на доверие с вашей интуицией, с вашей подсказки от ваших хранителей, от ваших ангелов. От ваших наставников души, от ваших гидов по жизни. Мы находимся всегда рядом, всегда рядом с вами. И мы очень хотим, это как бы наша миссия, наша, скажем так, жизнедеятельность, взаимодействие и помощь вам во всяких бытовых разных маленьких вопросах. А не только вы обращаетесь к своему ангелу-хранителю или к своему гиду, когда там планируете какое-то большое путешествие. Это не обязательно так. Мы можем помогать даже вплоть до того, что если вы там идете, покупаете продукты на неделю, если вы хотите, вы можете обратиться к духовному своему наставнику относительно там своего здоровья и попросить просто помощи, какие лучше продукты я там буду есть в эту неделю или месяц, чтобы мое тело было более энергичным, здоровым, и долголетие пришло ко мне, и это как бы накопительный эффект, да, долголетие. И, то есть, мы ангелы, хранители, наставники в разных специализациях здоровья, сферы отношений финансовых, мы всегда рядом, мы всегда здесь. Вы можете к нам смело обращаться через хроники Акаши, через свои сны, через каких-то проводников, если вы еще пока сами не чувствуете связи там крепкой с нами. Но мы всегда рядом, мы даже обижаемся, когда вы, ну, обижаемся не совсем то слово, мы как бы очень хотим, чтобы вы обращались к нам за помощью через пространство любви. Мы здесь рядом, мы всегда с вами функционируем для того, так сказать, чтобы вы развивались и весь процесс эволюции шел в ногу с развитием духовным. Потому что, когда вы развиваетесь, и ваша энергия, она, это такой эффект, как круги на воде, она помогает и другим людям развиваться, даже тем людям, которые находятся там на более, скажем так, других вибрациях, не таких там, как вы. И вы, когда развиваетесь все шире-шире, эти круги на воде помогают другим людям тоже развиваться. То есть не эти круги на воде, а через как бы ваше сознание расширяется. Вот представьте, как будто вы находитесь в центре озера, там сидите на прекрасном катере, и вот от вас, если вы там, допустим, кружитесь на катере, и эти круги идут, и вот эти волны, положительные, созидательные волны, они помогают расширяться другим людям, расширять свое сознание через как раз вот и бытовые истории в том числе, потому что нельзя отделять жизнь там бытовой, какой-то быт, какие-то там финансы или любовные отношения, или духовные, развитие, медитация, нельзя это все разъединять, это есть единый процесс, единый процесс жизни, творения, эволюции. Для этого вы здесь, вы сами пожелали воплотиться в этом теле именно в таком виде, в котором вы сейчас находитесь, вы находитесь на своем месте, когда вы обращаете свое внимание внутрь, и если у вас есть какие-то, ну, какие-то ситуации для проработки, вы их быстренько прорабатываете, сильные на этом не зацикливайтесь, и отпускаете их, чтобы еще больше раскрыться, еще больше, ну, скажем так, встать на свое место, и когда человек, может быть, свое место это не очень хороший пример, но когда человек вот находится, ну, как бы, да, каждая пуговка находится рядом со своей петелькой, да, и если пуговка, такой пример, да, он бытовой, зато сразу и действенный, если пуговка находится там дальше, то есть ниже по вибрациям, или даже выше, чем своя петелька, то она уже не застегнется, да, и когда вот вы находитесь, вот, образно говоря, на своем месте, и вам подвластно многое, вам подвластно все, вы можете творить свою реальность так, как вы хотите, вы можете стать кем хотите, раскрыть свой любой талант, у вас много заложено, просто нужно активировать, нажать кнопку play, и тогда все, что вы хотите, даже больше откроется вам, но для этого, конечно, нужно сбалансировать свое состояние, либо самому, либо там через помощников, гидов, своих ангелов, или каких-то там проводников физических, ну, наставников духовных, которые сейчас находятся там рядом с вами в физическом воплощении, многие из нас, духовные наставники, тоже когда-то были людьми, сейчас мы помогаем вам, мы проходили этот путь, мы знаем эти пути, мы со своих вибраций видим гораздо больше, как бы представьте, что если вы находитесь на смотровой площадке, на крыше, вам же гораздо больше виднее, чем если вы находитесь на первом или даже на десятом этаже, да, а смотровая площадка где-то там на 110 этаже, и это очень видно, поэтому, пожалуйста, стабилизируйте свое состояние в августе 2024 года, и обращайтесь за помощью к своим ангелам, проводникам, гидам, и наставникам души, напрямую, там через сны, просите показать знаки, просите своими словами, так как можете, или через каких-то духовных наставников, через проработки, медитации, мы всегда рады вам, с любовью, мы любим вас, и благодарим за этот ченнелинг, благодарю, 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 это была Елена Туманова, и энергопрогноз для нас, для всех нас, для людей на планете Земля, энергопрогноз на август 2024 года, пожалуйста, под этим видео пишите свои комментарии, возможно вы хотите еще узнать какие-то вопросы общие из хроник Акаши, хорошие, интересные вопросы, конечно, я выберу и отвечу тоже, зайдя в хроники Акаши, человечества, планеты Земля, и отвечу на эти вопросы, благодарю вас, я люблю вас, до новых встреч, до новых встреч,